Доброе утро, уважаемые коллеги! Я, честно говоря, когда Михаил Алексеевич мне предложил поучаствовать в этом форуме и примерно представил для меня тему доклада, мне, честно говоря, задумался о чем говорить, учитывая, что в принципе собиралось большое количество хирургов, которые, я так понимал, будут обсуждать в основном действительно исследования Оптима и Оратор-2. Поэтому я решил оставить эти исследования для них, а поговорить о некоторых перспективах, которые, возможно, будут для нас важны и что мы, собственно говоря, имеем на сегодняшний день. Вы знаете, всегда думая о том, какую возможность для лечения для наших больных, мне всегда представляется картинка такого пазла, как в детстве, который надо вот собирать в том именно порядке, в котором лучше всего для каждого из этих пациентов. Естественно, мы должны всегда вспоминать о том, что у нас существуют клинические рекомендации, действовать вокруг них. Но насколько мы все с вами понимаем, что клинические рекомендации – это очень живой организм, который меняется практически каждый год. Особенно если мы посмотрим, как, в общем-то, движутся те же самые рекомендации ЭСМА, НССН и, в общем-то, собственно, и наши отечественные рекомендации тоже. На самом деле мы сегодня видели уже эту картинку, когда действительно пациенты могут лечиться у нас с вами и на основе хирургического метода лечения, и на основе лучевой терапии. Но Господь с ним сегодня, я думаю, докладов о хирургии было достаточно много. Я хотел бы поговорить о второй части лечения, что происходит в этой зоне на самом деле, появились ли новые подходы, появились ли новые лекарства и появились ли новые какие-то перспективы вообще в том, что мы с вами делаем. На самом деле такие крупные постулаты, которые у нас с вами есть, это о том, что мы все с вами знаем, что добавление химиотерапии к лучевой терапии вдвое повышает острую токсичность. То есть те ожидания, которые у нас есть на сегодняшний день от этого лечения, у нас с вами сомнений не вызывают. При этом мы знаем такой очень интересный факт. То есть стопроцентное повышение токсичности и при этом увеличение общей выживаемости всего лишь на 10%. Причем, запомните, что это примерно на 10%. То есть это может быть в рандомизированных исследованиях, когда мы метаанализы смотрим, там и 7%, и 8%, и 9%. То есть все время мы болтаемся вот около этой цифры. Плюс еще мы знаем, что стандарт одновременного химиолучевого лечения – это введение цисплотина 100 мг на метр квадратный раз в 3 недели. Что, в общем-то, тоже является таким, скажем так, крупным камнем, да, который там основой, который, наверное, за последние уже считается, наверное, 15 лет практически не удалось потревожить. Но еще один вопрос, который у нас в конце стоит всегда, что делать, собственно говоря, если цисплотина, например, пациенту противопоказана, или мы сомневаемся в том, что ему вообще его можно давать, да, прогнозируя возможную токсичность, осложнение и прочее. Ну, вот что в сегодняшний день происходит. Первая интересная вещь о том, что снижение токсичности химиолучевой терапии. Все, кто работает и с пациентами, которые проводятся химиолучевая терапия, мы всегда помним о том, что такое грозное осложнение – это муказит, да, что человек почти 2,5 месяца находится в состоянии тяжелого вообще фаренгита с нарушением глотания, нарушением потребления жидкости, пищи и со всеми возможными осложнениями, связанными с этим. И вот интересно, что этих исследований, на самом деле, я свою практику видел достаточно много, когда мы пытались чего-то добиться. И вот в этом году, наконец-то, опубликовали первые результаты. Интересного исследования препарат АВАСАПАСЕМ, как вы видите. И вот результаты применения этого препарата, на самом деле, они вообще достаточно такие крайне обнадеживающие. То есть у нас вдруг, вы видите, начали падать осложнения, редукции среднего количества перерывов, отсрочки лечения и прочее. То есть на самом деле, на сегодняшний день появилось, наконец, лекарство, которое, возможно, теоретически нам будет давать в руки возможность снизить количество осложнений от химиолучевой терапии. То есть, возможно, в дальнейшем этот зверь станет не таким страшным. Теперь еще один вопрос – это снижение дозы и изменение дозы цисплотина. Вот этот вот такой основа 100 мг на метр квадратный раз в три недели. Вот исследование, которое было опубликовано тоже в этом году на АСКО. И вы видите, что на самом деле проводилось сравнение еженедельного введения цисплотина в дозе 40 мг на метр квадратный и в сравнении со стандартной дозой цисплотина. Что, собственно говоря, получилось. На самом деле получилось, что режим 40 мг на метр квадратный еженедельный показал, наконец-то, одинаковые результаты как по выживаемости, как по локорегионарному контролю. И, как ни странно, именно в этом исследовании он показал лучший профиль токсичности. Это, наверное, пока, может быть, не изменит общее настроение, которое происходит в нашей с вами практике клинической и в клинических рекомендациях. Но еще одна подвижка в том, что у нас, возможно, появится вот этот вариант лечения для наших больных, в том числе и пациентов с заболеванием ротоглотки. Вот еще одно исследование, которое, опять же, говорит о том, что мы должны помнить о том, что существует такой режим стандартный, это лечение послеоперационное, так называемое дювантное химиолучевое лечение. Мы с вами до сих пор сразу сталкиваемся с этими больными. Мы знаем, как тяжело, на самом деле, иногда после тяжелой расширенно-радикальной хирургического вмешательства провести действительно полноценное химиолучевое лечение по показаниям, которые мы все с вами знаем. И вот исследование, которое было опубликовано совсем недавно, это попытка изменить дозировку цисплотина до 40 мг на метр квадратный еженедельно. И на самом деле получили абсолютно одинаковые результаты. То есть, возможно, что в дальнейшем, я так думаю, что в общем-то в ближайшее время у нас появится еще одна опция. Вторая проблема – это замена цисплотина на какой-либо агент. Вот то, что сегодня показал Сибирь Боготуровна, это вообще такой, знаете, ну я смотрю, это катастрофа для применения эрбитукса или сатоксимама, как мы его знаем, в качестве радиомодификатора при пациентах и попытка заместить препарат цисплотин. Вот здесь я показываю это знаменитое исследование деэскалейт, которое вообще такое, как разорвавшаяся бомба на самом деле. У абсолютно благополучных пациентов, HPV-положительных при проведении химио-лучевого лечения и попытке заместить цисплотину на цитоксимап, привело просто к критическому снижению выживаемости. На самом деле это абсолютно не игрушки. Несмотря на картинку, которая вроде бы не вызывает таких бурных эмоций, да, вот пошли рассодвигаться две кривые. Вдумайтесь, то, что выживаемость упала с 97% до 89%, 8% снижения. То есть на самом деле то, что мы с вами играемся и обсуждаем, что цисплотин, давая к лучевой терапии, мы получаем там с вами сколько, 10% выживаемости, да, вот все время в эту цифру, здесь просто легко выживаемость начала падать на те же 8%. На самом деле, конечно, цитоксимап как радиомодификатор вызывает достаточно много вопросов. И вот исследование, которое на самом деле проведено было достаточно недавно, отбирались пациенты, которые не подходили для лечения с применением цисплотина. И вот интересно, что одной части пациента провели лучевую терапию, другим добавили доцитоксел, препарат, который мы на сегодняшний день знаем, там лет 25 уже. Он достаточно уже по нынешним временам считается, так скажем, достаточно бюджетным и вполне переносимым пациентами. И вот вы видите те критерии, которые были отобраны для неприемлемости применения препарата цисплотин, мы тоже все их знаем, и когда смотрим на пациента, понимаем, что возможно, да, в этой ситуации применять цисплотин, наверное, не нужно. И вот что было показано. Просто добавление доцитоксела привело практически к 12% прибавлению выживаемости у пациентов. То есть на самом деле это, в общем-то, действительно очень хороший результат этого исследования. И на самом деле мы опять, беря в руки кусочек мозаики, достаточно дешевый, простой и доступный, вдруг можем заменить тот препарат, который всегда является для нас камнем преткновения. Да, в этом исследовании очень интересно, много вопросов, конечно, там лучевая терапия проводилась в 2D, и были смешанные между собой так называемые самостоятельные химиолучевая терапии с адювантной терапией, но по сути, в общем-то, я считаю, что это тоже один из методов, который, возможно, решит проблему токсичности химиолучевого лечения. Теперь о стандартных инструментах, да, наших кусочках мозаики возвращаюсь. Очень интересная лекция, которую я нашел в этом году, профессор Джун Кори ее прочитала на АСКО в 2022 году, а на самом деле она представляла такой интересный проект International Atomic Agency Project, который на самом деле занимается такой полублаготворительной деятельностью, они проводят независимый аудит лучевых центров в развивающихся странах и, по сути, отсматривая лечебные планы, дают заключение о том, приемлемы они или неприемлемы для проведения лечения. Посмотрите, что в процессе анализа выявилось 12 крупных нарушений, могущих повлиять на контроль за опухолью. То есть на самом деле 60% планов лучевой терапии были неприемлемы при первичном оценке качества. И дальше что произошло? На самом деле при применении подобного контроля происходило 20% улучшение общей выживаемости. Мы с вами, сидя, бьемся за то, чтобы добавить цитоплотин к лучевой терапии, повысить токсичность до космических величин, а на самом деле оказывается, что иногда ключи к лечению больных лежат просто в нормальном проведении адекватной лучевой терапии. Еще что интересно в области рака ротоглотки и лечения. Мы сегодня, один из докладчиков приводил результаты исследования энергии Айчен-002. Как вы видите, я не буду его касаться. Это исследование, которое было одной из попыток деэскалации химио-лучевого лечения при HPV положительном раке ротоглотки. Исследования достаточно, в общем-то, по моему мнению, результаты его были весьма сомнительные, особенно исходя из того, какие были выбраны группы сравнения и как модифицировалось лечение в данной ситуации, но неважно. На самом деле в процессе этого исследования была предложена оценка количества копий ДНК вируса, вируса папиллома человека в крови в процессе лечения. И на что это влияет? Мы с вами, собственно говоря, на сегодняшний день знаем такой анализ количества копий ДНК вируса Эпштейн-Бар. Те, кто занят лечением рака носоглотки, уже знают про этот анализ, его видели уже в клинических рекомендациях, он, в частности, появился в Русско, с требованием обязательно проводить этот анализ в процессе лечения и оценке возможного прогноза лечения. В этом году на АСКО, в частности, было очень много работ, посвященных оценке вообще ответа на лечение, прогнозирование лечения, а самое главное – дентсификации лечения рака носоглотки на основании этого анализа. А здесь предложена оценка количества ДНК-копий вируса папиллома человека при лечении рака ротоглотки в ЭПЧ-ассоциированном. И что интересно, посмотрите, на самом деле отбиралось три раза анализ, то есть это было до лечения, в процессе лечения на второй неделе и после окончания лечения. Это вот так называемые три точки. А дальше было интересно, что было сформировано три гипотезы, да, и все три гипотезы на самом деле подтвердились. Оказалось, что высокий уровень ВПЧ-вируса ассоциируется в том числе с распространенностью опухолевого процесса. Вторая вещь, что на самом деле в процессе химиолочевого лечения количество этого ДНК, оно уменьшается в крови. И третий очень интересный фактор говорил о том, что чем лучше опухоль отвечает, тем больше снижение и оценки состояния вируса папиллома человека после лечения. На самом деле я думаю, что это очень интересный фактор и как раз, наверное, может быть не интерес ВПЧ на сегодняшний день, это одна из частей, которым мы будем заниматься и, возможно, в этом лежат для нас тоже возможные перспективы. Теперь, сегодня говорили о чекпоинт-ингибиторах и какое-то замечательное лекарство, мы тоже это знаем, и что здесь происходит. На самом деле те, кто занимается этой проблемой, знают о том, что происходит оценка возможности применения чекпоинт-ингибиторов при лечении местно распространенного рака головы и шеи плоскоклеточного. И вот здесь интересное исследование, джавелин хеденнек 100, которое показало, что просто добавление авилюмаба не привело ни к чему. То есть да, его совмещали с лучевой терапией, но в итоге оказался полный пшик. Выживаемость оказалась у пациентов абсолютно одинаковой. И вот в этом году опубликованы результаты. Ну, они не опубликованы, это был доклад, который я нашел 15-132, как вы видите. И здесь сравнили возможности вообще применения чекпоинт-ингибиторов и в какой варианте их применять. И вы видите, было предложено два варианта. Так называемый последовательный, sequential, это первый этап, где пембролизумаб давался после окончания химиолучевого лечения. И второй вариант, когда пембролизумаб начинали давать до проведения химиолучевого лечения, в процессе и в последующем. Какие же варианты оказались более правильными? А оказалось, что на самом деле самый правильный вариант применения чекпоинт-ингибиторов в данной ситуации это последовательный, то есть после окончания химиолучевого лечения. Это говорит о том, что на самом деле, имея в руках вот эти мощные инструменты, мы не всегда их правильно применяем и не всегда знаем, в какой момент точно нужно использовать. Теперь немножко поговорим о рецидивах. Я заканчиваю на самом деле. И вы видите вот этот график, это очень старые данные. Это Арджирис 2004 года. Двухгодичная выживаемость пациентов с рецидивами при проведении стандартной химиотерапии составляет 12% всего лишь. А теперь посмотрите новые данные о комбинации препарата пембролизумаб с кабазантинибом. Тоже новые исследования. Да, действительно, скажем так, полных регрессий не было, частичных 54%. Вроде бы это все цифры такие достаточно сухие и не очень интересные. А здесь посмотрите, медиана общей выживаемости достигает 22 месяцев. А сама по себе выживаемость достигает 68%. То есть на самом деле, на сегодняшний день, уже имея те препараты, которые есть в арсенале химиотерапевта, мы стоим на пороге больших прорывов, но только в том случае, если мы будем знать, как правильно их применять. Спасибо большое, Илья Станиславович, за такой нестандартный подход к докладу. Очень интересные данные. Спасибо большое.